Привет всем! Итак, заключаю сделку на повышение. В этом видео будет очень шикарная торговля. Досмотрите его обязательно до конца, потому что я буду вам рассказывать, на что я обращаю внимание, когда торгую по скальпингу, буду давать практические советы и рекомендации. Итак, на что я обратил внимание здесь? В первую очередь, это, видите, очень-очень хороший уровень поддержки. И от него я отталкиваюсь. Здесь у нас получился такой вот мини-коридор. Вот. Видите, сколько точек было разворота здесь? Тоже я обратил на это внимание. И заключил сделку. Заключил две сделки по 30 тысяч на одну минуту. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот седьмая. Семь раз цена не могла пробить уровень поддержки. Также, почему я заключил сделку здесь на одну минуту? Ну, потому что, смотрите на тенденцию. Видите, одной минуты здесь достаточно. Если бы я заключил на две минуты, цена уже бы опустилась. То есть, вот здесь минута. На минуту здесь самый идеальный вариант заключить сделку. Вот, смотрите, цена уже опускается, да? То есть, минуты здесь достаточно. Потому что некоторые вот люди задают такие вот, как по мне, очень глупые вопросы. Потому что это вот наглядно видно. Также, как я торгую? Кто мог заметить, кто следит за моей торговлей? Так, сейчас я вам нарисую нижний уровень. Вот. При затухании получился вот такой вот уровень поддержки. Кто следит за моей торговлей, мог заметить, что я сначала выставляю большие суммы на сделку. Вот. Уровень сопротивления еще я вам нарисовал. Но, видите, скальпинг не может быть вот в таких прям шикарных ситуациях, когда два уровня, и он вам шикарно идет. То вверх, то вниз. Нет. Видите, бывают пробои. То есть, здесь цена опять опустилась, и я выставляю уже по 10 тысяч на одну минуту на повышение. Вот. Кто мог заметить, я сначала ставлю большие суммы на первые сделки, а потом уже иду на понижение. Потому что так для меня морально спокойнее. Да. Вот. Я уже заработал, и потом я уже как бы не рискую. То есть, я вот для себя выработал. Вот. Что лучше для меня. Вот. Касательно психологии, это для меня, это мне очень-очень помогает. Так. Здесь вот цена тоже не может пробить наш уровень. Напоминаю еще раз, что видео я уже записал. Я записал видео, и только теперь я его для вас комментирую. Потому что я не могу попасть на такие вот ситуации. Когда я попадаю на такие ситуации, я быстро включаю камеру, включаю запись монитора, и мне некогда включать камеру. А потом я уже комментирую. Так. Здесь цена, видите, не хочет. И, видите, цена в последний момент срывается и уходит вниз. То есть, вот такие ситуации тоже случаются. Потому что люди говорят, как так? И смотрите, здесь я уже корректирую свою торговлю. И понимаю, что минуты здесь уже мало. Видите? Тогда было достаточно, здесь уже мало. Я заключаю на 2 минуты. На повышение вот заключил на 40 тысяч. Потому что уровень поддержки сохраняется, он по-прежнему очень сильный. Но еще вот здесь, в этом, в этой ситуации. Самая лучшая точка для входа. Вот здесь, видите, самый-самый был сильный уровень. Ниже этого уровня цена вот за эти полчаса, когда идет наше затухание, не опускалась. И вот здесь я принял решение на 2 минуты заключить. Даже здесь можно было бы на 3 заключить. Также, вот я вам сейчас нарисую этот уровень. Вот он, самый-самый главный уровень. И вот здесь уже я был уверен, что цена пойдет вверх. Ну, так и случилось, цена пойдет вверх. Также я всегда ставлю частями. Тоже обратите на это внимание. Всегда ставьте частями. Вот видите, почему я поставил по 10 тысяч 5 раз, а не одной сделкой на 50 тысяч, чтобы обезопасить свою торговлю. Вот, например, вот эти вот все сделки, которые я поставил на 40 тысяч, они не зайдут. А вот эта вот сделка, которая последняя на 10, она, например, зайдет. И я уже не в таком убытке буду. Так, что еще я вам хотел рассказать. На таких вот моментах я всегда принимаю решение заканчивать торговлю. Никогда не жадничать и всегда заканчивать торговлю. Казалось бы, вот за такое короткое время, да, я могу заработать такие большие деньги. Почему бы мне не зарабатывать такие большие деньги, например, целый день, целый час. Нет, народ, так не получится. Это тоже я для себя это правило уже выработал. Смотрите, здесь такая ситуация. Но все-таки график здесь пойдет вверх. И все у нас сделки закрываются в плюс, потому что, видите, цена билась-билась об этот вот нижний-нижний уровень и не смогла его пробить. Это отличный сигнал на повышение. И в этой ситуации цена уже пойдет вот к первой самой линии, к линии сопротивления. Так что никогда не думайте так, да. Вот у меня сейчас получилось заработать. Сейчас я открою вам сделки. Вот, цена пойдет дальше здесь. Итак, смотрите, вот моя история торговли. Получилось заработать за каких-то 5 минут. Раз, два, три, четыре, пять. Два убытка у нас. И первые сделки по 30 тысяч. За каких-то 5 минут получилось заработать 79 тысяч рублей. И вы можете подумать, но если у меня получилось вот, да, за 5 минут заработать, я могу так целый день, и у меня миллион получится заработать. Нет, не получится у меня. Я тогда сольюсь, понимаете? Вот это психология. Запомните, это психология, и у вас так никогда не получится. Вот если есть определенные моменты, вы в них заходите, зарабатываете, уходите. Нашли, заработали, ушли. И вот такими вот частями я для себя, для себя поставил, вот такими вот частями поставил цель такую торговать. И у меня все начало получаться. То есть тоже это запомните. Смотрите, вы видите все мои сделки, да, вы можете все эти сделки проверить. Вы можете проверить на своем графике все эти сделки. Потому что вот люди говорят, ой, что-то у тебя как-то у нас не получается, у тебя получается какой-то не такой счет. Смотрите, у меня время по Киеву. Вот проверьте, зайдите вот эти вот все сделки. Найдите вот эту вот дату, вот 21-е. Видите, 18-18. Это время по Киеву, плюс 2. Поставьте свое время и проверьте все эти сделки. Также у нас в закрытой группе. Я когда в открытую группу публикую пост, публикую пост, когда, как мы торговали, да, в закрытой группе. И там все скрины. Там есть валютная пара, там евро-доллар, верх 5 минут и время сделки. Когда я, когда я дал этот сигнал, люди могут заходить и проверять, действительно ли на тех скринах правильные сигналы были. Потому что некоторые люди не смотрят на мое время, на мой часовой поезд. Вот, например, человек с Екатеринбурга заходит и говорит, ой, у тебя там скрины фальшивые. Я говорю, а ты смотришь на время, потому что у меня по Киеву плюс 2, а в Екатеринбурге плюс 5. Он смотрит, что у меня на скрине 18-20 время. Он у себя по Екатеринбургу тоже смотрит 18-20. Это совсем будет другое время. Ему нужно на 3 часа назад, получается, или вперед. Забудался уже. Вот, ему согласно своему времени нужно смотреть сделки. Так что вы все это сможете проверить. Так что все здесь честно, все прозрачно. Берите, смотрите мои сделки. Я всегда открываю свою торговлю. Я всегда показываю всем свою торговлю. Я всегда показываю историю сделок. Вы все это можете проверять. На этом я буду заканчивать свою торговлю. Присоединяйтесь ко мне в закрытую группу, где я торгую вместе с вами каждый день с 17 до 9 вечера по Москве. Ссылка, первая ссылка будет в описании. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем за поддержку. Обязательно поставьте лайк этому видео. Ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем пока.